Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мы с вами начинаем новый блог. Я встала, сделала себе две такие милые косички, сделала макияж, потому что у меня сегодня в 12 вождения. Также сегодня должна в гости ко мне прийти моя подружка. Но дело в том, что я немножко заболела. Я не знаю, чувствуете ли вы по моему голосу, но у меня немножко течет нос, немножко температура. В общем, не знаю, где я заболела, но факт остается фактом. И я сейчас написала подружке в WhatsApp, что вот я немножко заболела. Если тебя устраивает такой момент, то приходи обязательно. Может быть, она боится заразиться. Я не хочу, чтобы для нее был сюрприз. Возможно, она скажет мне, ты же болеешь, зачем ты меня позвала, я тоже заражусь. Поэтому я ей написала, чтобы она знала наверняка. Захочет, придет, не захочет, перенесем на какой-то другой день. Это не проблема. В такую погоду, естественно, настроение поднимает мой букетик. Так. Выглядит очень нежно, прям нежнятина. И еще плюс, бутоны начали открываться, и букет стал гораздо больше, чем вчера. Смотрите, как красиво. Прям нежнятина. Если вы думаете, что я вообще не читаю комментарии, то вы сильно ошибаетесь. Вчера я решила их почитать. И как вы думаете, что я там увидела? Одна дама пишет, что хватит сувать в камеру своего нищенского кота, которого ты подобрала с улицы. Зачем его постоянно показывать? Меня уже тошнит. Так вот, этот кот – это часть моей жизни. Если вам интересна моя жизнь, то мой сыночек должен вас радовать своими успехами, своей красотой, своей харизмой. А если вам не нравится мой сын, то перестаньте смотреть мои видосики. Потому что это мамино сердце. И мама не может функционировать без твиксика. А вообще, если серьезно, я не понимаю людей, которые так ненавидят животных. Мне даже страшно за этих людей. Если в моем окружении будет человек, который прям ненавидит животных, я реально с ним перестану, наверное, общаться. Ну как можно его не любить, а? Возможно, конечно, это фигня, но я всегда обращаю внимание на то, какие комментарии пишут люди из моего окружения. И вот недавно, буквально два дня назад, увидела, как моя подружка Саадет, которая придет, кстати, сегодня, написала обалденно крутой комментарий одному из блогеров. Если честно, я радуюсь такому, когда я вижу, что мой какой-то знакомый написал «Умри, тваль! Так тебе и надо! Все вы сдохнете!» и так далее. То есть это меня немножко пугает. Мне кажется, это истинное лицо человека. Так что обращайте внимание на такие моменты. Пересмотрела кусочки, которые я уже отсняла, и решила убрать косички, потому что они получились какими-то неровными. Кстати, в зеркале я этого абсолютно не вижу, но на видео, на этих кусочках прям явно это заметно. В общем, сейчас я иду на вождение, надела эти джинсы скини. Я их обожаю просто. Несмотря на то, что они уже не актуальны, мне нравятся, поэтому я их обязательно носить буду. Снимать вам процесс вождения в этот раз я уже не буду, потому что это одно и то же. Зачем? Да-да-да-да! Посылка уже у меня. Когда я была на вождении, мне позвонили. Доставщик сказал, что он уже около моей двери, а я была на вождении, причем два часа мы занимались. Мне пришлось попросить Парвана, чтобы она забрала. И сейчас я хочу немножко посмотреть, что здесь, погладить и снять для вас распаковочку. Будет отдельное видео. Нормальные люди пользуются ножницами, но я прям так. Вау! Вау! Эту штуку, кстати, я заказывала не себе. Я вам в инстаграме показала, но все же, если вы не подписаны на мой инстаграм, хочу показать еще и здесь. В общем, я придумала такой задний план. Купила... Это скатерть вообще на самом деле. Купила ее в магазине канцелярии. И вроде как должно смотреться неплохо, но эта скатерть, она отражает свет, и почему-то у меня лицо кажется прям копченым. Поэтому не знаю, как получится. Постараюсь сейчас снять мукбанг. Заказала кое-что. Столько труда. Сделала такую прическу. Но все равно, как всегда, на мукбанге ничего не видно. Хотя хочется выглядеть как-то опрятно, классно. Вот. О, уже привезли. Неужели так быстро? Я заказала прям то, что я хотела. Вкусняшки. На самом деле, я очень долго думала, стоит ли выкладывать этот влог, потому что все кусочки напоминали просто инста-историю. Но в то же самое время мне было жалко удалять уже то, что я засняла и хотела все-таки выложить. Все вещи обязательно перед примеркой, перед съемкой распаковки шеи. Надо обязательно погладить, померить и отснять. Не хочу, конечно, жаловаться, но по времени эти видео занимают гораздо больше времени, чем обычные мукбанги. Но, несмотря на все эти аспекты, я очень люблю снимать распаковки и влоги, да и вообще считаю, что мой канал без влогов и распаковок был бы каким-то пустым. Я считаю, что все эти мои видео, они дополняют мукбанги. Например, о мукбанках я что-то говорю, во влоге я это показываю. Хотя не все влоги настолько интересны, где-то просто кусочки моей жизни, все равно я считаю, что они должны быть. Вообще, мой вечер должен был сложиться совершенно иначе, но так как подружка все-таки не пришла, я решила заняться какими-то своими моментиками, немножко поработать. Вообще, в этот день я засняла 4 видео, несмотря на то, что я болела. У меня иногда бывает такое вдохновение, вот мне хочется снимать, хочется монтировать, что-то делать, даже несмотря на свое состояние. А порой бывает просто, я хочу лежать, особенно когда мне грустно, что-то ужасное происходит в моей жизни. Я не могу собрать свою силу в кулак и начать снимать и делать вид, что все офигенно. Вот у меня контент идет в тот момент, когда у меня полная душевная гармония, когда я чувствую себя счастливой, когда все хорошо. А когда в жизни есть какие-то проблемы, я просто физически не могу себя заставить морально настроиться на съемку видео. Недавно посмотрела видео одного из блогеров, и она рассказывала про свои долги, про кредиты, как ей было сложно, и она не могла настроиться снимать видео. И в такие моменты я думаю, как хорошо, что у меня нет таких проблем, нет абсолютно ни одного кредита, даже телефон, техника и так далее. И вы знаете, я это делаю осознанно, то есть я специально не иду в эту долговую яму, просто потому, что знаю, что я очень ответственный человек, и если я не смогу вовремя, например, погасить какой-то кредит или у меня, у меня просто будет стресс. Я знаю об этом, поэтому мне всегда страшно брать на себя какие-то серьезные обязательства. Так что мой стресс и апатия, когда я не хочу снимать, это больше связано с какими-то личными моментами, нежели какими-то финансовыми аспектами. Я уже который раз обещаю себе, что уже каждый день буду выкладывать по два видео, обязательно каждый день буду снимать для вас влоги, хотя бы домашние, хотя бы какие-то моменты из своей жизни, поэтому завтра обязательно возьму в руки камеру и тоже начну снимать. Но, скорее всего, завтра, наверное, влога не будет, потому что завтра весь день я буду снимать, но послезавтра уже будет. Не знаю почему, но моя аудитория всегда меня чувствует, и когда у меня нету настроения, у меня в голове каша, вы всегда это чувствуете, я читаю комментарии, понимаю, насколько люди мне близкие. Хочется, конечно, всегда делиться позитивными моментами, хорошими моментами из своей жизни. И некоторые пишут, что реально я в последнее время немножко закрылась, начала меньше рассказывать личных моментов, и это на самом деле так. Но я уверена, если бы я все рассказала, как есть оно на самом деле, то многие бы из вас просто меня бы не поняли. В общем, как-то так. На этом я буду уже закругляться. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка.